всем большой привет значит сегодня хочу показать вам свой лимон тольчо дель бразиль который находится в моей теплице а теплица моя находится в киевской области в обуховском районе значит вот мой лимон лимон получен из питомника тинтори у меня он уже год то есть он был получен довольно таки взросленьким вот у меня еще подрос вот такая вот у него классная крона крона не склонна к загущению то есть довольно таки он сам себя неплохо формирует если вот ветка например как вот это она вот скажем можно посмотреть на нее отведите бананы мне только что тесно сейчас но попробую вам показать я думаю что видно вот видите ветка она выбилась из общей композиции вот я на нее поставила воздушную отводку пока она еще кульфор не не пустила я не вижу посмотрим ну и вот в общем-то в дальнейшем если вот так вот веточки будут вырастать существенно можно будет вот таким образом поступать потому что в общем-то пока я вот так вот чтобы можно было как-то резать особо я бы не сказала хотя приросты были вот сейчас он находится в фазе завершающей фазе цветения цел очень активно очень-очень много было цветов очень много просто листьев практически не было видно вот такие вот цветочки еще немножко есть бутонов то есть еще немножко он цветет но уже не так конечно но несмотря на активное цветение он не особо щедр на завязи то есть вот можно посмотреть вот ну то есть это еще тоже опять же не факт что он даже оставит это количество то есть урожайным я бы его особо не назвала то есть как бы находится в одинаковых условиях например вот с карубара с лунарио и совершенно нет никакого сравнения сколько завязей оставил лунарио и карубара из какой какое количество большое было плодов и сейчас продолжает свести и завязывать тут конечно не та ситуация в прошлом году он завязал один плод один он его и выносил вот как бы сейчас я ему покажу а ну допустим по что были вопросы если у него колючки задавали мне вопросы колючки у него есть но они на старых ветках то есть и не и не сильно не особо большие и довольно такие их мало то есть на ветке вот буквально три колючки 32 где-то может быть три еще маленькая она молодых веток метках колючек нет да вот кто спрашивал показываю классное дерево мне внешне очень нравится тем что она не густое красиво формируется ну резать понятно что то может быть придется но смотрю что немного воздушными отводкой можно решить ситуацию так что вот само дерево значит сейчас я вам покажу плод значит плод завесил 258 грамм значит плод интересный вот он нужно посмотреть вот вот так вот он выглядит он не вытянутый а больше у полюсов сплюснут и еще так с таким носиком такая себе бомбочка плод средней сочности но я это как бы списываю на то что он может быть у меня все-таки перевесел значит то что касается его название дольче дель бразиль бразилия понятно да он из бразилии родом а дольче и реально таки он не кислый то есть кислота в плоде отсутствует совершенно то есть если кто-то допустим вот себе бы заводил в надежде что это будет лимон который можно бросить в чай или им допустим выдавить его на рыбу ну в общем использовать его как обычный лимон и тут большой пролет получается он совершенно не кислый абсолютно как бы я описала его вкус ну даже даже вот я просто затрудняюсь совершенно ну вот допустим скажем так как грейпфрут который лишенный игры фрутовых вот этих вот ноток вкуса этого и запаха аромата ну я бы его не с апельсином и не с мандарином не сравнила да и с лимон его сравнить невозможно то есть кислоты чтобы вы понимали не то что вот допустим честно говоря в грейпфруте его боль и кислоты больше чем в этом лимоне то есть он реально совершенно не кислый это скажем так найти лимончик на украшение под коньячок вот но даже больше я еще не знаю для чего детям можно давать совсем не кислый кто не переносит ну то есть тут даже сахаром его даже не нужно посыпать такой вот интересный вообще даже удивительно то есть я подозревала то есть им писали в характеристиках что он сладкий ну думаю ну сладкий допустим ладно все равно какая-то кислота есть там кисло-сладкий допустим как вот апельсины мандарины а он просто вообще не кислый просто совсем не кислый несколько косточек там в общем-то просматривается не думаю что много но опять же стоял на улице по ним лазили пчелы как-то немножко его опылили то есть не знаю что это да за лимон такой интересный я конечно действительно в легком таком шоке не то что мне не понравился мне он понравился прикольный ну мы там вроде бы лимон и вроде бы это не лимон шкурка у него скажем с такой легкой легкой горчинкой вот если ее вообще почистить и съесть серединку тут вообще непонятно что вы получается съели в общем вот это конечно тяжело мне описать всю эту всю эту вкусовую гамму но в принципе особой вкусовой гаммы то нет конечно если у кого-то есть это чудо было бы интересно обменяться мнениями и услышать еще у кого-то может быть этот единственный мой лимон и первое мне оплодоношение может быть ну как бы о нем судить нельзя так вот прям уже на сто процентов характеризовать это уже когда он у меня завяжет и будет второе плодоношение нормальное и несколько плодов хотя бы можно будет сорвать тогда может быть как-то я по-другому смогу его характеризовать и более как-то картину описать эту вкусовую ну непонятно то есть вот если бы мне завязали глаза и или допустим почистили бы кожицу нарезали сказали попробовать я бы не сказал бы все что угодно но не лимон то есть вот такая вот интересная история у меня долго я собиралась его попробовать вот наконец-то попробовала очень сильно удивилась так что кто собирается себе его заводить вам надо понимать что это не классический лимон он совершенно далек от этого вот такая вот ситуация если какие-то комментарии и у кого-то какая-то информация с удовольствием прочитаю и отвечу благодарю за внимание до свидания